Шесть человек, двое детей и четверо взрослых ютятся в двух комнатах общежития. Здесь же готовят и еду. Отдельной кухни у семей Лилии и Юлии нет уже более 10 лет. Переоборудовать комнату обратно в кухню жильцам не разрешает комендант. У нас была задолженность там. И мы не могли. Мы эту задолженность погасили. И она все равно нам эту кухню не отдает. Подождите, подождите. Будет потом. На каждом этаже в общежитии находятся отдельные помещения, предназначенные для кухонь. В свое время жильцы распределили их между собой. Так, к примеру, сделал и Руслан. Но мужчина говорит, администрация общежития хочет забрать и это помещение. Было много угроз. В основном я отсутствую. Жена моя общается с комендантом и ходит на собрания. Но это все безрезультативно. Уходите и все. Чтобы избегать подобных споров с администрацией общежития, в дальнейшем уже 15 лет жильцы пытаются узаконить свои квадратные метры. Для этого здание должно стать частью жилого фонда города. Но компания «Сатурн-Дэ», на балансе которого сейчас находится здание, всячески препятствует этому, говорят жильцы. И домой комитет был готов сам заниматься вопросами передачи. Но юридически все документы, все запросы должны заверяться, подписываться и ставится печать балансодержателя. Балансодержатель отказывается выполнять эти требования. Впрочем, комендант общежития и представители предприятия слова жильцов отрицают. На очередном собрании говорят, они не против передать здание на баланс города. Проблема только в том, что эта процедура долгая и дорогостоящая. Администрация все время хочет передать. Но у нас на данный момент нет документов, нет проектов. Все вот эти перестройки с тех времен, когда сделали счетчики в каждую квартиру, и когда разделили эти кухни, бытовки забрали, у нас все нарушилось. Только к паспорту. В данный момент у нас тех паспортов не соответствуют действительности. Но такой ответ Запорожцев не устраивает. Ведь официальные городские структури стали на сторону жильцов общежития. Так Фонд государственного имущества сообщает. Впрочем, Сатурн-Д такие требования игнорирует представитель компании пообщаться с журналистами согласился только анонимно. Говорит, каким образом передавать здание городу, решать только предприятию. А оно, в свою очередь, намерено за счет продажи помещений кухонь и фойе реконструировать здание под жилой дом. Согласно приказу 1, 2, 3 от этого года Сатурн-Д были заключены договора с проектантом, который выставил определенный счет на проектирование и реконструкцию этого здания из общежития в жилой дом. Кроме того, заключены договора с инвесторами, которые будут инвестировать стабильное финансирование, проведение реорганизации и проектирование данного общежития в жилой дом. На то, чтобы освободить помещение общего пользования, администрация общежития дала жильцам 10 дней. Что будет по истечении этого срока, запорожцы не знают и не понимают, почему они могут остаться у разбитого корыта, когда буква закона на их стороне.